Девушки отдыхают 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 Салаты. Где салаты? Быстрее, уже полдень. Томазо, очнись. Быстрее, быстрее. Поехали. Нет, нет, нет. В сторону. В сторону. Не надо так торопиться, ладно? Это нужно делать медленнее. Вот так. Вот что должно получиться. Это морковка. Стой, стой. Что это за капля? Извините, шеф, я собиралась... Нет, нет. Ты собиралась подавать это? Ты собиралась подавать это? Да. Заново. Все самому приходится делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И картофельный салат по-французски. Что ж, еда была грамотно приготовлена, но это скучно. Кто мне скажет, что среди многих вещей она сделала не так? Твои вырезки были слишком простыми. Им нужен был соус. Да, соус. И у тебя есть соус. Этот соус – секретный рецепт моего отца. Он отдаст его мне на смертном одре. Если он внезапно упадет замертво, означает ли это, что секрет будет потерян навсегда? Моя бабушка умерла, так и не открыв свой соус, капио и пепе. Мой дедушка готовил самый лучший сыр. Твой дедушка был родом из Парма, так что, вероятно, это был очень хороший сыр, но не самый лучший сыр. Ты подала мне маленькие кусочки мяса, маринованные в собственном жире с небольшим количеством чеснока и розмарина. Этот ресторан заслужил свою репутацию, подавая свинину с чесноком и розмарином. Нет, шеф, не думаю. Любой может сделать это на своей кухне. Тебе нечего делать на моей кухне. Здесь мы готовим профессионально, а не как любители, которые выиграли конкурс на звание шеф-повара. Я не любитель. Но мне показался свежим вкусом его картофельного салата, да? Хороший баланс между хрустящим и сливочным вкусом. Спасибо. Я купила фуд-трак на распродаже у шерифа. Я хочу обустроить его и использовать для привлечения клиентов и получения признания. А затем превратить в маленькое кафе. И что ты будешь подавать? Европейскую кухню? Нет, я здесь просто учусь технике. Но я хочу подавать еду своего родного места, только на современный лад. Например, крабовый суп, креветки с крупой, кусочки гамбо, отваренные на медленном огне. Так вкусно. И как ты это назовешь? Кухня Майи? Нет. Любовь из низин. Но мне нужны наставники, мне нужно учиться под руководством шеф-повара Пэна Чайлдерса. И судя по тому, как все идет, кажется, он меня скоро уволит. Он просто переживает из-за ужина Даймонд Форк. Неужели это так важно? Важнее некуда. 20 лет назад Флори Леш был награжден самым первым, который выдал АМГ. АМГ? Ассоциация мировых гурманов. Ни один ресторан никогда не выигрывал Даймонд Форк дважды. Шеф нацелен на это. Все в порядке? Мои родители. С ними все в порядке? Они решили провести Рождество во Флори Леже и привезут змею. У твоих родителей есть домашняя змея? Я так ее называю. Эшли Саймингтон Прайс. Ее имя звучит будто на змеином. Родители хотят, чтобы я женился на ней. Они говорят о нашей свадьбе с моего детства. Я обречен. Ты видишь обреченного человека? И вы не имеете права голоса в этом? Думай. Давай, давай, Пен. Что если будет слишком поздно? Что если... Что если я уже с кем-то помолвлен? С тобой. Что? Ты ни с кем не встречаешься? Нет, я... Нет, я не буду вмешиваться в это. Ты идеально подходишь. Ты уверена в себе и умна, и не выставляешь людей тупыми. Ты добрая и заботливая. Ты красивая. Ты все, что может желать мужчина. Вот только твои родители хотят, чтобы ты женился на змее. Так что нет. Ни за что. Нет. Твои родители все равно не купятся. Они даже не знают меня, а ты просто объявишься помолвленным. Ну, мои родители не особо участвуют в моей жизни. И при этом принимают решение о твоей личной жизни за тебя. Они не обязательно ожидают, что я поделюсь с ними новостью о своей удаче. Ты больше что, никого не знаешь? А как же Эда? Серьезно? Слушай, если мои родители будут настроены скептически, я просто скажу, что ты поразила меня своим суфле. Майя, подожди, послушай. Слушай. Из-за тебя у нас у обоих будут проблемы. Тебе нужно мое одобрение для открытия ресторана. Что? Я слышал твой разговор с Эддой. Я могу помочь. Подожди, ты меня шантажируешь? Нет, 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 нет. Это просто деловое соглашение. Как, по-твоему, должно работать это деловое соглашение? Я не знаю. Господи, к чему все эти вопросы? Чего ты хочешь? Контракты? Ладно, и не будет никаких... Конечно. Нет, нет, нет. Я бы даже не подумал делать это с тобой. Потому что мы работаем вместе. Вот к чему я говорю. Я же говорил тебе, что между ними что-то есть. Они же ненавидят друг друга. Я причиняю тебе боль, потому что я люблю тебя. Заткнись. Тише, они услышат. Послушай, Флори Ледж, это моя жизнь. Каждый должен понять, какая это привилегия. Готовить на кухне с такой богатой историей. Я не потеряю эту кухню, чего бы мне это ни стоило. Ладно. Вот правило. Никаких прикосновений, никаких объятий, никаких поцелуев. И ты должен перестать кричать на меня. Я кричу на тебя не больше, чем на кого-либо другого. Не надо ни на кого кричать. Почему? Она беременна. Заткнись. Нет, это насчет картофельного салата. Он узнает, что она шпионка под прикрытием. Но группа террористов держит ее сестру в заложниках. Теперь они идут сюда убить всех нас. И после помолвки, или после того, когда мы объявим об этом, что тогда? Просто сделай меня злодеем. Скажи всем, что я тебя бросил. Все будут думать, что я мудак. Я к этому привык. Когда я расскажу всем, что ты меня бросил, мой отец захочет с тобой поговорить. Но ты получишь свой сертификат. Каждый ресторан в мире встретит тебя с красной дорожкой. И нам больше не придется видеть друг друга. Никаких прикосновений. Никаких объятий. Никаких поцелуев. И никаких криков. Жду не дождусь. Они оставят ребенка. Картофельный салат будет слаще. Он заплатит, чтобы сохранить свое прикрытие, но мы видели слишком много, и все равно умрем. Чувствую, что пожалею об этом. Она возвращается. Все в порядке? Да. Твоя сестра в порядке? Что? У меня нет сестры? Подождите. Что здесь происходит? Сейчас я расскажу. Мы на 15 минут задерживаем ужин, так что хватит болтать. Просто вернемся к работе, хорошо? У меня много дел. Три дня до Рождества. Откуда ты знаешь, где я живу? У меня есть подарок. Мои родители не купятся, если ты будешь без кольца. Без кольца? Серьезно? Я знала, что это была плохая идея. На самом деле, я не ношу украшения. Оно и правда красивое. Чье оно? Моей бабушке. Оно было в семье моего дедушки много поколений, а потом он подарил его ей. Не разозлится ли она еще больше? Кто? Змея. Эшли. Ну, это только заставит ее позеленеть, а из носа и ушей пойдет дым и пар. И все. Что думаешь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Грация, Лоренцо. Всего хорошего. Ты говоришь по-итальянски. Ну, я шеф-повар в итальянском ресторане. Значит, ты любишь кормить людей? Да, это одна из первых вещей, которые научил меня мой отец. Много проблем возникает из-за голодных людей. Накорми их. Он мудрый человек. И прославленный повар. Если быть до конца честным, я на самом деле никогда раньше не ел барбекю. Ты несчастный, обездоленный ребенок. Мой отец никогда бы не одобрил мой брак с тобой. Почему? Я думаю, что я хороший вариант. Ладно. Но на самом деле мой отец бесспорный король барбекю в Чарльстоне, Южная Каролина. У него четыре франшизы в Штатах и одна в Канаде. Так что то, что я здесь, уже достаточно плохо. У него есть франшиза в Канаде? Да. Люди в Канаде без ума от его барбекю. Без ума от его барбекю? Да, это девиз. Это фраза на футболках и жакейских шортах. Звучит круто. Даже не смей, ладно? Я слышала все возможные каламбуры и плохие шутки о барбекю. Ладно, как тебе такое? Почему скелет пошел на барбекю? За запасными ребрышками. Ладно, как ты назовешь каламбур с барбекю? Мясной афоризм. Мясной афоризм. Все, прекрати, ладно? Или я применю силу. Правда? Да. Косторон, шеф. Бонжур, Мишель. Бонжур. Эти новые украшения прекрасны. О, спасибо. Я так понимаю, что поздравления уместны. О, да? Спасибо. Спасибо. Вам стоит знать, что новые владельцы отеля планируют переоборудовать Флориледж в дневной спа-центр. Лежь. Он не дей спа. А. Ты опоздала. Не стоило тратить время на сплетни с Мишелем. Идеально. Идеально. Идеально, ребята. Молодцы. Минь. Алло? Да. Да. Хорошо. Майя, прекрати. Приготовь банановое мороженое. Да, шеф. А ты приготовь кабачки. Графиня попросила мусаку. Графиня здесь? Да. Какая красота. Попробуешь кое-что во время перерыва? Что это? Банановый круассан с вплетённой в него карамельной лентой. Звучит восхитительно. Да, я придумала рецепт. Я буду признательна за критику. Спасибо. Гильермо. Ты сегодня готовишь. Отправь своего кузена мыть посуду. Да, шеф. Мы вернёмся для готовки ужина в полночь. Но у меня встреча, чтобы узнать, всё ли готово к рождественскому ужину. Майя, ты будешь делать заметки. Эда, сегодня тебе повезло. Ты отвечаешь за ужин. Всё, что скажете, шеф. Майя. Нам конец. Расслабься. Твоя кухня переживёт один ужин без тебя. Что, если АМГ пришлёт секретного рецензента на пару дней раньше, а? Это было бы обманом, так? Ресторанный бизнес беспощаден, и этот шеф-повар серьёзно настроен на Даймонд Форк. Мишель сказал кое-что странное. Не слушай того, что говорит Мишель. Но все с ним разговаривают. Идём. Никаких прикосновений, помнишь? Я отвезу тебя домой. Хорошо, я подожду тебя здесь. Ладно. Мы должны вернуться во Флори-Редж к восьми. Помню. Ладно. Расскажи мне, что мне нужно знать. Они попытаются раскусить тебя. Лучше просто отвечать на вопросы. Мои родители... Они сложные. А как насчёт змеи? Она там будет? Поверь. Послушай, мы просто выпьем по паре стаканчиков. Продолжай улыбаться, и достаточно. Буду пьяной и глупой. Я их первая цель. Они будут задевать меня, через тебя. Не бери в голову. Класс. Я бросила ему спасательный круг. Он забрался на борт, всё ещё сжимая бутылку шампанского. Хотя это очень хороший винтаж. Пэндрэйган, я скучала по тебе. Я скучала по тебе. Привет. Майя, это моя старая подруга Эшли. Эшли, это Майя. Моя невеста. Что ж, проходите. Гвендолин и Джон ждут тебя. И ты станешь для них приятным сюрпризом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Который вчера вечером прислал невероятную еду. Это очаровательно. Помнишь тот раз, когда ты принес мне вишневый джубили в постель? Решли. Майя, это было так смешно. Он был таким искренним, а потом поджег простыни, и сработала пожарная сигнализация. А теперь он шеф-повар мирового класса. Твое колечко такое красивое. Хорошее заявление в виде полудрагоценных камней и прекрасный способ сказать, что обручальные кольца не обязательно должны быть с африканскими бриллиантами. Это было кольцо моей бабушки. Для кого-то особенного. Я всегда думал, что он отдаст его тебе. Я подарил его особенной девушке. Ты останешься здесь на каникулы? Да. Мы будем работать. Как жаль, не найдется времени покататься на лыжах. Пен безнадежен на склонах. Видела бы ты его первый раз, когда Гвентолин и Джон катались с ним на лыжах в Кштаде. Да, в свою защиту скажу, что мне было шесть. Он плакал. Я знал, что меня обманули с горячим шоколадом. Заходите. Нет, спасибо. И я не буду. Кто-нибудь? Спасибо. Прошу прощения. Алло? Да. Вот как насчет твоей семьи. Они не будут скучать по тебе. У меня есть только отец. Это так печально, как много браков в наши дни заканчиваются разводом. Особенно в Америке. Один к двум, кажется. Моя мама умерла от рака груди. Да, да. Начинайте подавать. Это слишком долго. Не облажайтесь. Он не придет. Он не придет. Он никогда не покидал кухню. Не ради нас. Давайте все уладим. Я работаю на этой кухне уже семь лет. Шеф-повар никогда, никогда не уходил. Это должно быть вопрос жизни и смерти. И Майя ушла. Или вопрос жизни и смерти. Но кто мертв? Что вы, ребята, здесь делаете? Шеф-повар ушел. Майя ушла. Она бросила корабль. Вообще-то нет, они в красном люксе. У них кажется, что это вроде встречи с родителями Пэна, кажется. Пэна беременна. Неважно. А где ужин для полуночи? За дело. Я же говорил тебе, они ужасны. Не нужно. Я лучше пойду пешком. Подожди, подожди, подожди. Пойдем. Она на это не купится. Спокойной ночи, голубки. Пожалуйста. Уже закончился ужин? Томмазо переварил пасту. Он мастер по пасте. Я уверена, что лишь на секунду... Дело не в этом. Просто хорошо. Этого недостаточно. Люди просто хотят есть вкусную еду, приготовленную с любовью. Ты такая наивная. Извини. Просто там все готовы закрыть друг друга и каждый кусочек на счету. Нельзя подавать переваренную пасту. АМГ оценивает нас для Даймонд Форк. А если они послали кого-нибудь сегодня? Тогда нам конец. Ладно, поехали. И... Майя. Спасибо. Слушай, с тобой учился Дуэйн Харрисон? Футболист с маленькими руками. Да, кажется, он был на год старше. Он стал пожарным, да? Да. Я обслуживаю его свадьбу. Он женился на враче скорой помощи, с которой познакомился на ночной смене. У тебя есть парень? Нет. У меня нет на это времени. Тебе дадут отгул на Рождество? Нет, вообще-то это самое загруженное время, так что... Что ж, это ресторанный бизнес. Но мне кажется, шеф-повар тебя слишком гоняет. Ты уже отлично готовишь. Не обязательно знать, как готовится фуа-грас по золотой. К тому же у меня франшиза с твоим именем. И ты можешь вести блог на стороне. Кулинарных блогов очень много. Но моя Колман только одна. Приезжай на Рождество. Я пришлю билет. Я буду дома через пару месяцев. Надеюсь. Сходи куда-нибудь, развейся. Только не слишком. Я скучаю по тебе, папочка. Давно ты меня так не называла. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас заканчивается пшеничная мука Да Имбиря с сахаром Хватит для панеттона? Да Майкл говорит, новые инвесторы Хотят полностью переделать ресторан Это правда? Флорилидж всегда был рестораном Все инвесторы это знают Менять здесь что-то Значит зря потратить деньги Если ты выиграешь Когда я выиграю Даймонд Форк? Это место напоминает мне о детстве Родители каждое лето Отвозили семью во Флорилидж Оставляли меня бабушке с дедушкой Чтобы самим беззаботно отдохнуть Они научили меня Готовить Определять запахи И вкусы Они превратили это место в сокровище И... И нам нужна Еще зеленая чечевица Продолжай А я пойду за заказом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всем доброе утро На кухне говорят по-английски? Да Значит переводчик не нужен Чтобы перевести мои слова Я представляю новых владельцев Хофентер Хоспиталити Грудь Мы собираемся переделать Это помещение в СПА Что ж, эти слухи правда В течение нескольких дней Мы оценим, какую прибыль приносит ресторан Стресс-тест, если можно так сказать Чтобы решить, закрывать его или нет Работайте, не обращайте на меня внимания I'm not here I'm not here Где Пендриган? Он поехал на вокзал за посылкой Это мог сделать и посудомойщик Его зовут Гильермо И он вообще-то занят Знаешь, в Японии Используют роботов-посудомойщиков Компании очень интересно Как роботы могут изменить Индустрию гостеприимства Мы уже утвердили Несколько пилотных проектов В Северной Америке В ресторанах быстрого питания Уже используют повара-роботы Мы предполагаем, что это может преобразить И сектор барбекю Никто не будет покупать барбекю у робота Неужели? Даже если это снизит цены И увеличит норму прибыли Вы не посмеете Нас заинтересовал рынок Южной Каролины Гильермо, шеф привез продукты Что случилось? Кто умер? Только что приходила представитель Хевенхор Хоспиталити Групп Ясно Твои родители купили отель Да, мои родители договариваются о покупке А ты не думал рассказать об этом своей невесте? Они еще не подписали документы А Эшли об этом знает? Она вела себя так, словно уже все решено И еще и угрожала тут Разорите ресторан моего отца Что? Серьезно? Да Слушай, она просто пошутила В Хоспиталити Групп не нужны маленькие рестораны Маленькие? Я хотел сказать местные Какой же ты сног И ты с самого начала это знала Так что с меня хватит Если хочешь уйти, я подпишу сертификат прямо здесь и сейчас Мне нужно управлять рестораном И завтра все узнают, что он лучший в мире Так что если хочешь уйти, уходи Но прежде чем уйдешь Спроси себя, зачем ты здесь? Чего именно ты хочешь? Что именно тебе нужно? Жизнь сложная штука Она может победить и уничтожить себя Забрать у тебя все, что ты любишь Знаешь, почему я здесь? Почему все мы здесь? Потому что мы верим в это место В твою мечту Я бросила все ради этого Ради тебя Знаешь, почему я вообще согласилась На эту дурацкую сделку? Потому что мне тебя было жаль Ты взрослый человек И не можешь сказать родителям, что хочешь жить своей жизнью И весь этот маскарад Просто Если не хочешь жениться на Эшли Тогда скажи об этом своим родителям Что еще они могут сделать? Они уже хотят снести ресторан Твоих бабушки и дедушки Приберитесь Идите домой Завтра важный день Самый важный Но вы свободны Если еще сомневаетесь Это ваш шанс Приходите завтра в 7 утра Если не придете Для меня было честью работать с вами Осторожнее с кольцом Его можно потерять Что ты подаришь Пену на Рождество? Я еще не решила Знаешь, что бы ему понравилось? Раньше его бабушка пекла ему знаменитый итальянский пирог Называется Дольче Диамальфи С лимоном и миндалем В детстве это был его любимый десерт Спасибо Спасибо Дорогой Мисс Майя Я же говорила, не пропустим коктейли Не против? Я бы хотела поговорить с невестой Пенна наедине Конечно Спасибо Спасибо Увидимся Боже От этой женщины у меня мурашки по коже Пен сказал, вы обручились? О, какое красивое Потрясающее Никогда не любила большие камни Напоминает кастет? Да, это кольцо мне друзья подарили Я так за вас рада Пен такой чудесный юноша Он немного сбился с пути Когда погибли его бабушка с дедушкой Но, похоже, вы очень хорошо на него влияете Он настоящее чудо Красивый, добрый, богатый Мне не нужны его деньги Нет, я так не думала, конечно, нет В отличие от некоторых других Простите, но мне нужно идти Завтра важный день для шефа Пенна И я не хочу его подвезти Один день до Рождества Цветы красные, белые Перепутайте лепестки и пожалеете Увижу лепесток на земле Я вас убью Скатерти нужно отпарить Гости скоро приедут Ну же, за дело Это правда? Что? Если мы не выиграем Даймонд Форк То из ресторана сделают спа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо Сегодня наш последний шанс войти в историю У нас куча работы Начнем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вернусь Шеф, что с вами? Шеф, шеф Вызовите скорую Шеф, вызовите скорую Что с вами? Пену увезли из отеля на скорой Что произошло? Что? Это миндаль? Кто его испек? Вы сказали, это его любимый пирог Я бы такого не сказала У него аллергия на миндаль Я знаю об этом еще с детства Пен знал, что это безнадежная затея И еще его родители с самого начала хотели закрыть этот ресторан Уверена, компания найдет вам другое место Субтитры создавал DimaTorzok Не хочешь пирожных? Что случилось? Все Ты приехала в Италию, чтобы стать поваром Верно? Да Знаешь легенду о том, как придумали пиццу? Нет Ее придумали, чтобы угодить королеве Пекарь взял тесто, смазал его томатным соусом Посыпал сыром моцарелла и базиликом Красный, белый и зеленый Цвета итальянского флага Пиццу назвали Маргарита в честь королевы Никто не помнит эту королеву Но пиццу, все знают о пицце Маргарите Даже в Америке Все дело в еде Все дело в еде Будь пиццей, а не королевой Грация, Лоренцо С Рождеством, Майя С Рождеством Майя, слышал, Пен в больнице? Да Значит, ужин отменит? Миссис Чайлдерс весь день проговорила по телефону Гвендолин? Что-что? Она хочет отменить ужин? Нет, ни в коем случае Если кто-то спросит, ужин состоится И мы выиграем Даймонд Форк А теперь, извините, мне надо на кухню У кого есть меню Пенна? У меня, но доставщик Привез не все ингредиенты У нас не хватает муки для хлебных корзин Ничего, испечем печенье из кукурузной муки На пахте Не пробовала такое? Оно объедение А еще у нас нет поросенка Ничего Сколько гостей сегодня будет? Кажется, около 50 Я знаю, где можно достать поросенка Отлично Если найдешь 30 килограммов свинины, то мы справимся Да Картофель закончился Вчера приготовили последний А рис есть? Мы справимся Справимся Ребят, послушайте Возможно, это мечта Пена Но, думаю, она может стать и нашей Будьте пиццей А не королевой Да Да Майя Да Барбекю? Что это? Что? Разумеется, нет Это флориладж Что? Мангал? Простите Буду рад, когда она уедет Почему? Она дает мизерные чаевые тому, кто убирает ее номер Может, она оставит большие чаевые, когда съедет Ой, она такая грязнуля Правда? Да Тогда, полагаю, она очень скоро уедет Надеюсь Я тоже Вам еще что-нибудь нужно? Нет Большое спасибо, Кастер Что? Нет Это невозможно Нет Все в порядке? Боже Что случилось? Господи Что такое? На кухне произошло ЧП У Пена приступ аллергии, он в больнице О, боже Врачи хотят оставить его на ночь Ого, значит, ужин отменяется? В этом и дело Майя, американка Хочет Она предполагает Ох уж эти американцы Графиня Мисс Майя Мисс Майя Майкл рассказал о произошедшем с Пеном Да, мне так жаль Но меня обманули Я не знала, что у него аллергия Правда И должна быть с ним в больнице Ведь он мой жених, но я просто... Вы поступаете правильно Должна сказать Прошло много времени с тех пор, как ради Пена Поступали правильно Понимаете, о чем я? Мы готовим хашпапи О, я обожаю хашпапи Хашпапи? В Северной Каролине готовят самые лучшие хашпапи По пути во Флориду на конкурс красоты Я заехала в небольшое кафе У меня до сих пор футболка оттуда С надписью «Без ума от барбекю» А за прилавком стоял самый красивый мужчина в Чарльстоне Я бы осталась позавтракать Но он был отцом-одиночкой И единственной женщиной, на которую у него было время Это его прекрасная, чудесная дочь Но хашпапи вкуснее я не ела Майя, что нам делать со свининой? Найдите мангал, быстрее Ну же Я знаю, что ты не спишь Нет, мне приснился кошмар Чего ты хочешь, папа? Того, что и всегда хотел И что же это? Мир во всем мире? Остановить глобальное потепление? Повзрослей Ты Чайлдерс Эта фамилия что-то значит Моя фамилия что-то значит Потому что я этого добился Работай с шефом в том обшарпанном ресторанчике Который надо было закрыть еще 50 лет назад Этот ресторан был делом любви Она чувствовалась во всем, что готовила бабушка Это было тогда, а это сейчас Ты хочешь сделать из него спа? Это была идея Эшли У нее есть голова на плечах Женись на ней Я не люблю ее Причем здесь любовь? Это бизнес Ты правда хочешь совершить худшую ошибку В своей никчемной жизни Знаешь что? Худшая ошибка, которую я совершил в жизни Позволяет тебе указывать, как мне жить Ты хочешь купить Флориледж И разрушить его, чтобы наказать меня За то, что я не стал работать в компании Как же ты меня разочаровал Флориледж Национальное достояние И это самый лучший ресторан в мире Если ты выиграешь Даймонд Форк Да, награды это хорошо, но их нельзя есть Я арендую ресторан, но когда-нибудь Я куплю его Не на мои деньги Нет Нет, 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 нет Не на твои деньги А на деньги Которые я получу С каждого блюда, которое я подаю С каждого клиента, который оценит труд любви Значит, по-твоему, все проблемы можно решить Просто накормив людей Да, но это начало Что ж, посмотрим Я учился у мастера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Людям просто нужна еда Приготовленная с любовью Какая же ты наивная Простите, я опоздал Ты пропустил жалкий аперитив Обслуживание здесь стало хуже А с чем ты сравниваешь? Здесь все стало хуже Вино подают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Солт готов? Для этого нам понадобится эксперт Пожалуйста, пожалуйста, ответь Майя, что случилось? Что случилось? Все хорошо? Пап, нет времени объяснять Но мне очень-очень нужна твоя помощь Что случилось, милая? Мне нужен рецепт секретного соуса Ого, милая Это наш семейный секрет Знаю, но я бы не просила Не будь дело важным Но это семейное Семейное дело Я люблю тебя, пап Пожалуйста Ты никому его не расскажешь? Обещаю С Рождеством, милая Возьми перец зерна Мед свежий, если есть Мед Свари кофе по чашке на каждой 12 порций Кофе Сварите кофе Быстрее Кофе Кофе Это одна из первых вещей Которые научил меня мой отец Много проблем возникает Из-за голодных людей Накорми их Мед свежий Кофе 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 Продолжение следует... Теперь нам нужен суровый судья. Эдда? Попробуй. 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 КОНЕЦ Ладно, тише, успокойся. Это ещё не конец. Майя, проверь количество. Гильермо, Гильермо, позови официантов. Нужны тарелки. Гильермо, Гильермо. Им понравилось? Они попросили ещё добавки, сказали, очень вкусно, и оставили огромные чаевые. Хорошо. И когда объявят результаты, они уже поели. Наверное, сейчас обсуждают. Но думаю, это ненадолго. Им нужны зрители. Прошу прощения. Вот ты где. Идём. Времени нет. Но я хотела переодеться. Именно идём со мной. Мисс Марианна, я не могу. Большое спасибо, но... Нет, нет, нет. Это подарки на помолвку. Но наша помолвка фиктивная. Знаю. Пен мне сказал. Но знаешь что? Я очень давно его знаю, ещё никогда не видела. Чтобы он смотрел на девушку, как на тебя. И думаю, он тебе тоже нравится. Иногда. Вот и хорошо. Я сделала своё дело. Последний штрих. Идём. Пора выиграть Дэймонд Форк. Было так вкусно. Очень вкусно. Он сейчас объявит. 23 года назад Ассоциация мировых гурманов присудила первую награду Дэймонд Форк за выдающееся достижение ресторану Флориледж и их владельцам Ани и Андреа Чайлдерс. Андреа Чайлдерс. Что такое? Я... Простите. Что это? Что ты сделала? Тссс. Вот-вот вручат награду. Давай послушаем. КОНЕЦ Даймонд Форк Единогласным голосованием мы решили присудить эту награду Флориладж, Хотел и Резортс. Приглашаем шеф-повара и персонал ресторана Флориладж получить награду. Шеф, иди получай награду. Но я... Нет, это твоя заслуга. И твоя победа, иди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы победили. Да. Томазо, я так тобой горжусь. Шеф, нет, готовил не я, а Майя. Можно с ней поговорить? Она ушла. Что? Да, она сказала, что ей пора идти. И куда она пошла? Наверное, на вокзал. Я перезвоню. Хорошо. Мы закрыты. Бомбалона нет. Нет, я пришла не за ними. Я хотела сказать, что мы выиграли Даймонд Форк. Я знаю. Что ж, я уезжаю и зашла попрощаться. С Рождеством, шеф. Что вы делаете? Что вы здесь делаете? Санкт-Петербург. Майя. Майя. Майя, стой. Подожди, пожалуйста. Майя, стой, подожди. Прости. Я вел себя как дурак. Да, что ж, уже полностью. И Золушке пора домой. Но сказка на этом не заканчивается. До встречи с тобой у меня была только еда. Думал, этого достаточно. Но ты многому меня научила. И без тебя я бы не справился. Я без ума влюбился в тебя. Я сошел с ума. Я не мог выбросить тебя из головы. Постоянно думал о тебе. Я не умею говорить комплименты, но ты самая красивая женщина, которую я видел. Когда ты входишь в комнату, она преображается. И когда ты смотришь на меня, я теряю до речи. И внутри меня все млеет. Но мне потребовалась минута, чтобы понять, с кем я хочу быть. Никаких объятий. Никаких объятий. И, разумеется, никаких поцелуев. Никаких объятий. Никаких объятий. Продолжение следует...